Он еще встроился, и известный он тем, что господин Зоцветовский очень не любит, когда его называют берегозахватчиком, несмотря на то, что у него берег огорожен. И когда какие-то журналисты это делают, он сразу подает на них в суд. Например, в 2007 году, когда он только кто-то свой берег огородил, об этом написала новая газета. Он тут же подал в суд на новую газету с требованием у него миллиона рублей. Ну, и проиграл, потому что берегозахватчик у него есть. Вот. Недавно, значит, своих слов, об этом же написала газета «Комсомольская правда». Он тут же подал в суд на «Комсомольскую правду», значит, с обвинением в клевете. И опять проиграл в суд. Причем в пользу судебной инстанции. Опять требовал миллион. Потому что в суде он убедительно доказали, что он действительно берегозахватчик. Еще, Елена, можно добавить такую интересную вещь, но подавал он не как оскорбление собственного достоинства, а как будто порочили честь университета. Да-да-да, совершенно верно. То есть он пытался это преподнести, как будто вот эти статьи порочат честь университета, а не его лично оскорбляют. Да, обращаю внимание, что, значит, регистрируемый висит на него не на него лично, а на Международный Союз. Может быть, даже вы сталкивались, что там был такой цикл передач, хотя бы в кусочках, что-то такое, и вот ее снимали именно здесь, и в общем-то не забывали, что они не достичь. Вот. То есть, ну, что еще можно сказать про эти дачи. Когда он был в суде, в себе участок, в руку оказалось мало. Ну, по счету он, как он проснул. А вот сбоку находился старый, один маленький участок, где-то старушка жила. Ну, и долго описывались, долго писали в разных изданиях о борьбе с условной вот этой вот старушкой с песочком. То есть он очень настойчиво просил ее продать участок, она также настойчиво отказывалась. На результате после двух поджогов ее дома она все-таки его продала. Вот он расширивал его дальше. То есть какая-то, конечно, некрасивая история. На самом деле в Лисе именно отсуток, где просто зашкаливает цена земли, там, ну, потом я покажу участок, который продали за 26 миллионов недавно, здесь, конечно, очень, особенно в 2000-е годы, было очень много поджогов, рейдерских захватов. Потом пройдем, я тоже покажу, где. Вот, ну, а теперь давайте посмотрим. Вот, на самом деле, еще несколько лет назад МЧС-ская спасательная станция за гору кулет воды не имела. А вот сейчас, видимо, она решила последовать примеру своего влиятельного соседа и тоже полностью огородилась. Поэтому мы можем ее там по узенькой тропиночке обойти и вот убедиться, что прохода в эту сторону нет. Ну, и увидеть, собственно, вот сейчас единственный общедоступный пляж в Лисе в Носу, вот он там находится. Почему единственный? Потому что второй, который находится в другой конце улицы Морсской Дубки, он сдан в аренду. И, собственно, мы по будни днях там находились, когда мы слили, он сдан под корпорацию. И оставили людям вот такую вот маленькую дорожечку и только дальше по берегу не пустят. Ну что, пойдемте. Продолжение следует...